Добрый день! В прямом эфире новости на 12-м канале в студии Регина Бузарова. И вот главное к этому часу. Миллиарды рублей на здравоохранение, образование, дороги и не только. Стала известна сумма на реализацию нацпроектов в этом году. Какие направления получат больше всего средств и какие появились в списке впервые. Точечно и полномасштабно дорожники вынуждены трудиться сразу по двум направлениям. Ремонт дорог и борьба с подтоплениями. Удается ли совмещать путь в небо, но с железной дорогой? Наличие аэропорта в центре Омска мешает развитию областного центра и в частности Левобережье. Новое лицо Омской Федоровки. Авторы концепции раскрыли все подробности проекта. Бьют рекорд в буренке. 60 лет. 60 лет. Ну вот смотрите. Рост продуктивности в животноводческой отрасли региона, где и как добиваются высоких показателей, даже несмотря на дефицит кормов из-за прошлогодней засухи. Потерялся в городских джунглях. Я друга хотел. Так, я заблудился. Сотрудники ДПС помогли растерявшемуся школьнику. Новости Омской Федоровки. В числе крупнейших по объемам финансирования остаются национальные проекты здравоохранения, образования, экология и демография. На самых загруженных дорогах Омска начали точечный ремонт после зимы. Как сообщили в мэрии, на некоторых улицах работы уже проведены. В их числе 22 декабря Ватутина, Воровского, Кирова, Богдана Хмельницкого, Королева, Красноярский тракт, 10 лет октября, 4-я Челюскинцев и Масленникова. Работы пока идут преимущественно в ночное время, чтобы не создавать заторы на дорогах. В основном используются инертные материалы. Напомню, что на прошлой неделе в тестовом режиме запущен асфальтовый завод. И на некоторых участках, в наиболее проблемных местах, дорожники уже применяют горячую смесь. Израсходовано почти 250 тонн. Масштабный ремонт начнется, как только установится благоприятная для этого погода. Тем временем основной фронт работы городских служб сегодня – откачка воды. Ежедневно ее вывозят порядка тысячи кубометров. Трудятся в круглосуточном режиме. Согласно последнему отчету, этой ночью работы велись на улицах Белозерова, Нефтезаводская, Космический проспект. Сегодня спецтехника вышла на улицы Волково, Котовского, Жуковского и Пятое Островское. В местах, где есть ливневки, специалисты проводят дополнительную чистку и пропарку по мере необходимости. Чтобы избежать серьезных последствий, заранее были определены участки, где риск подтопления наиболее высок. Всего в списке порядка 300 территорий. Оттуда снег вывезли в первую очередь. В городе также началась и уборка прибордюрных пространств. Но пока эти работы идут только на самых загруженных магистралях. Еще один омский промышленный кластер, который получил статус межрегионального, вошел в Федеральный реестр Минпромторга России. Он объединяет химические предприятия Иркутской и Омской областей, Республики Башкортостан, Чувашской республики и Республики Марий-Эл. Добавлю, что сейчас создание промышленных кластеров Омской области в приоритете. Стоит задача создать как можно больше таких объединений. А включение их в реестр Минпромторга позволит развивать производственную кооперацию с другими регионами и даст возможность воспользоваться федеральными и региональными мерами поддержки на реализацию импортозамещающих проектов. Опытом Омской области в создании промышленных кластеров заинтересовались уже и на международном уровне. Так наш регион представил свои проекты в Беларуси. Впервые в дружественное государство выехала не только делегация правительства, но и 30 промышленников от нефтехимии до продуктов питания. Сегодня Россия и Беларусь празднуют День единения народов. И это не просто слова. Республика является нашим стратегическим партнером в торговле и промышленности. У нас общие духовные ценности, а поддержка, которую сейчас оказывает Беларусь в нашей стране на фоне давления Запада, бесценна. Омская область в этой цепочке – одно из ключевых звеньев. За 2023 взаимный товарооборот вырос на треть. А в этом году в нашем регионе появится мультибрендовый центр продаж и обслуживания сельскохозяйственной техники и торговый дом белорусских товаров. Договоренности об этом были достигнуты во время работы нашей делегации в республике. «Потенциал товарооборота можно и дальше увеличивать. Мы считаем, что значительно в 2-3 раза точно можно увеличить за ближайшую пятилетку. Посмотрим на санитарное курортное лечение. Беларусь очень достойно представлена. В том числе и возможность прямого перелета между Омском и Минском. Мы, начиная с следующего года, сегодня подбираем компанию, которая смогла бы выполнять эти авиамаршруты и будем стараться сделать так, чтобы такой рейс у нас был». «Мы открыты к абсолютно предметному разговору по различным направлениям. Вы можете рассчитывать на нас во всех, без исключения, сферах сотрудничества». О чем еще договорились губернатор Виталий Хаценко и президент Александр Лукашенко и почему лидеры Беларуси теперь называют себя одним из главных болельщиков нашего авангарда. Также кадры уникального производства, масштабные мемориальные комплексы и слова поддержки простых жителей республики, семьям пострадавших в страшном теракте в Крокусе. Смотрите сегодня в специальном репортаже в 20.00. К другим темам. Омские полицейские спасли заблудившегося школьника. Мальчик потерялся в центральном округе и не смог самостоятельно найти дорогу домой. Оказалось, что мальчики после уроков решили прогуляться. Во время оживленного разговора 11-летний Амич не следил за дорогой. Экипаж ДПС патрулировал город. Сотрудники полиции заметили ребенка. По их словам, он оказался растерянным. Выяснилось, что мальчик находился в нескольких улицах от дома. В дневнике школьника полицейские нашли номер мамы. Из-за долгого отсутствия сына женщина уже начала волноваться. К счастью, история закончилась благополучно. А правоохранители напоминают, с детьми нужно составить маршрут «Дом-школа» и убедиться, что они знают телефон родителей. Увеличили производственные мощности. На фермах четыре сельскохозяйственные предприятия области получили статус племенных. Такое звание дает возможность получить дополнительную прибыль на продажи мяса и молока. Возглавляет этот список самое крупное хозяйство в Палавлоградском районе. Как такие предприятия влияют на экономику региона, поголовье на одном из передовых производств пересчитали наши корреспонденты. Каждая корова на ферме со своим паспортом и под номером. В карточку заносится ежедневно ее продуктивность, состояние здоровья и прочее. В это помещение буренки попадают после появления у них потомства. Здесь так называемый раздой, после которого определяют, в какой группе будут дальше находиться. От этого зависит рацион кормления. Примерно половина стада, по словам главного зоотехника Дениса Лазовского, высокопродуктивная. Каждая корова дает от 40 до 50 литров молока в день. В родословной галштины и наша аборигенная красно-степная доминирует последняя. Поэтому хозяйство имеет статус плем-репродуктором по разведению породы сибирского типа. У нас ушло больше 7 лет, чтобы выровнять как-то стадо по своей продуктивности. Не только в цвете была разница, но и мы подогнали именно по продуктивности, чтобы поднять ее выше продуктивность. Это кропотливая работа. Она имеет несколько составляющих. От селекции до условий содержания и кормовой базы. Кстати, своих кормов на зиму хозяйству не хватало. Сказалось, засуха. Недостающие закупили. В таком положении оказались многие животноводческие предприятия южных районов области. Не снизить продуктивность помогло решение губернатора выделить из областного бюджета 200 миллионов рублей как субсидию на приобретение кормов. Не так давно дойное стадо этого хозяйства пополнилось еще одной уникальной фермой. Это комплекс в деревне Петровка Омского района. Когда она к нам пришла, она доила в сутки 13,5 тонн. Сейчас мы дошли до 18,5 тонн в сутки производства молока. Так это уже за 10 тысяч? Да, за 10 тысяч перевешли. Ну здорово. А как вы часто бываете в этой ферме? Или там свой зоотехник? Там есть свой зоотехник. Курируем, помогаем. Более 10 тысяч литров молока в год от коровы – это, конечно, рекорд. К нему стремятся приблизиться и другие племенные хозяйства области. Согласно своему статусу, они обязаны реализовать высокопродуктивный молодняк в пределах своего региона. Что, конечно, послужит, и это уже происходит, увеличению продуктивности всей животноводческой отрасли Омского агропромышленного комплекса. Подробнее речь об этом пойдет сегодня в новом выпуске программы «Местные жители» с Ольгой Чернышовой. Смотрите в 20 часов 15 минут. Ксения Пашкова, Сергей Никифоров и Дмитрий Алдыгебченко. 12 канал. Настоящая весна придет в Омск уже в ближайшие дни. Воздух прогреется до плюс 14. Если еще завтра ночная температура будет держаться от минус 3 до плюс 2, то уже днем потеплеет до плюс 8. Правда, в темное время суток возможен дождь. А в среду 3 апреля ночью будет уже плюсовая температура. Дневные часы до 10 градусов выше нуля. Без осадков, а в четверг станет еще теплее. До плюс 14 дождей также не ожидается. Скоротает время с интересом даже звездочет. Авторы концепции аэропорта Омск-Федоровка раскрыли все секреты будущей воздушной гавани. Обещают, будет красиво, масштабно и комфортно. Напомню, изначально было представлено 7 проектов от ведущих архитектурных бюро страны. Эксперты, в числе которых представители областных и федеральных ведомств, определили 4 наиболее подходящих и оптимальных. Решающий же выбор путем народного голосования сделали Амичи. Каким должен стать новый аэропорт, в чем его главные преимущества и какие перспективы он открывает в материале Ангелины Руновой. Днем ангарообразные здания в духе минимализма, ночью усыпанный звездами небосвод. Такому размаху позавидуют даже столичные планетарии. В основе концепции идея портала между стихиями, воздухом и землей. Любителям оптических иллюзий – цифровой купол. Ценителям классического дизайна – роскошная панорама на взлетно-посадочную полосу. Очень плоский, очень открытый ландшафт Омска и Омской области. И здесь тоже нам показалось, что яркий, но вместе с тем очень спокойный и понятный образ. Он хорошо сработает. Помимо нового здания аэровокзала, этот комплекс подразумевает грузовой терминал, гостиницу и административное здание. Архитекторы обещают, футуристичный терминал будет красивым, практичным и, главное, многофункциональным. Концепция даже предполагает строительство железнодорожных путей для аэроэкспрессов до Омска. Благодаря Виталию Павловичу у нас дан старт возрождению многострадального проекта Омск-Федоровка. Недавно завершился конкурс среди амичей по выбору внешнего облика терминала. Это, кстати говоря, тоже идея Виталия Павловича. Он решил, что поскольку аэропорт делается для жителей, то тогда будет очень правомерно, что жители будут выбирать. Многострадальный проект Омск-Федоровка возобновлялся и замораживался несколько раз. В 80-е стройка шла ударными темпами, но в 90-е пришла в запустение. И теперь стройплощадка – заснеженная пустыня с десятками недостроев. В настоящий момент эти объекты находятся в аварийном состоянии, потому что, ну скажем, зимой это снег, летом тепло, осенью вода. И все это разрушало вот эти перекрытия. О необходимости новой воздушной гавани эксперты заговорили давно. Причина – нынешний комплекс больше не отвечает требованиям и веяниям времени. Объем перевозок действующего аэропорта Омск-Центральный давно превысил отметку в полтора миллиона человек и продолжает увеличиваться из года в год. Но ограничения пропускной способности терминала существенно тормозят дальнейший рост. Не списываются счетов эксперты и опасное соседство этой воздушной и птичьей гавани. Кроме того, наличие аэропорта в центре Омска мешает развитию областного центра и, в частности, Левобережье. Внушительные 650 гектаров лакомый кусок. Здесь можно будет возвести порядка 4 миллионов квадратных метров жилья, расселить 110 тысяч человек. Идею строительства нового аэропорта поддерживает и президент Владимир Путин. Тем более, что воздушная гавань будет иметь статус международного хаба. А значит, сможет принимать новые типы судов, расширит полетную программу и улучшит логистику региона. Это путь, которым развиваются крупные авиаузлы. Ну, а вдобавок, это, соответственно, подъем экономики. Это очень большой вклад, в том числе и в создание рабочих мест. Поток в 3,5 миллиона пассажиров, посадочная полоса больше 3 тысяч метров, 25 стоянок для самолетов, 7 телетрапов и 1000 парковочных мест для машин. Предварительная стоимость проекта почти 43 миллиарда рублей в основе концессионное соглашение. Власти уверены, экономический и социальный эффект стоит таких вложений. Ангелина Рунова, Матвей Олемский, 12 канал. В Омск приехали известные актеры, кинорежиссеры и сценаристы. Они вошли в состав жюри масштабного всероссийского кинофестиваля «Свидание с Россией. Сибирский характер». Он стартует сегодня и продлится до 6 апреля. В конкурсной программе документальное, научно-популярное и игровое кино. В общей сложности больше четырех десятков картин авторов со всей страны. В составе судей такие известные личности, как Аристар Хлеванов, актер Советского театра и кино, кинорежиссеры и сценаристы Вадим Цаликов и Юрий Ненев. Участником кинофестиваля станет и проект нашего медиахолдинга «Сибирячки». Напомню, документальный фильм состоит из биографических историй жен бойцов СВО, их близких и волонтеров и реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. «Это очень почетно, это очень значимо. Мы с коллегами прошли определенный путь по формированию программы и самой повестки этого фестиваля. Здесь будет много мастер-классов, выставок, дискуссий». «Для нас, для команды этот фестиваль – это наш способ рассказать о удивительных людях, которые живут в Омской области, о людях, сильных духом, о людях, которые куют победу в сегодняшнюю России. Вот на наш взгляд, не в меньшей степени, чем те ребята, которые сейчас находятся на передовой». Двухдневный марафон музыки под открытым небом, любимый омичами «Симфа-парк» состоится 29 и 30 июня. Как и в прошлом году, организаторы выбрали двухдневный формат, чтобы омичи смогли в полной мере насладиться выступлением музыкантов. Подробности пока держатся в секрете, но программа ожидается грандиозная. Об этом в эфире 12-го канала и радио «Монте-Карлоумск» рассказали директор Омской филармонии Ирина Лапшина и замдиректора по маркетингу Елена Притульчик. Впереди немало других внушительных планов. В рамках предстоящего юбилейного 85-го сезона филармония подготовила для своих гостей множество сюрпризов. Ценителей прекрасного ждут как уже полюбившиеся артисты, так и новые имена. Посетят Омск и музыканты из-за рубежа. Приедет к нам интересный очень исполнитель. Вот я назову его имя и фамилию Марсель Тадакора. Сразу переводим. Франция, Япония. Что-то на французском. Имя французское, фамилия японская. То есть, ну, сегодня зарубежные исполнители – это вообще эксклюзив, да? И мы очень рады всем тем, кто к нам приезжает и у нас выступает. Они живут, работают за рубежом, поэтому очень интересно будет тоже послушать этого исполнителя. Несмотря на то, что до главных для сельских атлетов Омской области стартов королевы спорта остается еще больше трех месяцев, подготовка к предстоящей спартакиаде в столице Игр Тарии идет полным ходом. Представители оргкомитета обещают сделать праздник ярким, тем более, что сроки его проведения совпадут в Тарии с Днем города. Подробности расскажет Алексей Дариев. Футболисты Иртуша завтра, 3 апреля, на выезде сыграют с Ивановским текстильщиком. На данный момент наша команда занимает восьмое место в турнирной таблице дивизиона «А-Серебро» второй лиги. Текстильщик расположился на четвертом. Напомним, в предыдущем туре мячи на своем поле сыграли в ничью 1-1 с торпедо из «Мяса». У Иртуша гол забил Андрей Разборов. Главное, что в первом тайме пропустили мяч, весь тайм атаковали, лимонировали и в конце пропустили. Сами себе привезли, выступать, конечно, нельзя. Потом пытались исправить ситуацию. За ошибки он почему-то оплатит сразу и быстро, а забить пока сложно. Поэтому такой результат. Королева спорта станет не только спортивным, но и культурным украшением дня города в Тарии. Об этом заявил министр спорта Омской области Иван Колесник во время проведения оргкомитета по подготовке к Спартакеаде в столице предстоящих летних игр. Именно в Тарии с 11 по 14 июля состоится областной спортивно-культурный праздник Королева спорта 2024. К этому времени будет завершено существенное обновление материально-технической базы. Уже отремонтирован внутри легкоатлетический манеж, игровой зал. В ближайшее время будут приведены в порядок раздевалки и душевые. Но подготовка города к празднику не ограничится только спортивными объектами. Работа в Тарии кипит. Будем готовить хороший праздник. Большое внимание уделяем благоустройству, в том числе и в рамках инициативного бюджетирования. Хотим, чтобы было красиво, чисто, чтобы везде были посажены цветы, газоны. Все приведено в порядок, чтобы люди приезжали и радовались не только спорту, но и в принципе, как подготовился город. Тем более даты совпадают с празднованием дня города. В дни праздника в Тарии будут разыграны медали в футболе, мотокроссе, армрестлинге, лапте, гиревом спорте, дзюдо, легкой атлетике, мужском и женском волейболе, городочном спорте и шахматах. Всего финальные старты соберут более 1600 спортсменов и судей. Алексей Адареев, 12 канал. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695 641. Оставайтесь с нами. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. Путешествия по сказкам. Алиса в стране чудес. Маугли, Аладдин, Бременские музыканты. Экзотические животные с царицами тропиков пумами. Грандиозное шоу о добре и любимых сказках в Омском цирке. Невероятные Усвинские столбы, бескрайнее Онежское озеро и живописная долина реки Чулышман. Увидеть множество и других уголков России вы сможете вместе с Макфой. Купите любимую продукцию Макфа на сумму от 150 рублей в чеке, зарегистрируйте чек и участвуйте в розыгрыше трех путешествий и 800 других призов. Открывайте красоту России вместе с Макфой. Продукцию торговой марки Макфа спрашивайте в магазинах города. Если радио, то максимум 105 фм в Омске. И о погоде завтра 3 апреля. В Омске переменная облачность без осадков. Ночью до минус трех. Дневная температура 4,6 градусов выше нуля. В районах облачно в ночное время 0,1. Днем плюс 5, плюс 8. Ветер юго-западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба. На этом я с вами прощаюсь. Следующий выпуск новостей смотрите в 17 часов. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова